В понедельник у меня состоялась встреча с представителями ЖКХ, и они предложили провести в четверг работы уборочные на территории кладбища, потому как их работа по вырубке зарослей, она закончена. Теперь стал вопрос, что делать дальше. Мы понимаем, что здесь находятся предметы, которые связаны непосредственно с этим местом. Как и на сегодняшний день, мы обнаружили такую красивую скульптуру, которая лежала вниз лицом, и на нее никто не обращал внимания. Мы ее подняли, можно посмотреть, какая красота у нас появляется. Поэтому технику применять на этой территории категорично нельзя было. Поэтому было принято решение собирать ветки, которые вырублены в кучи, и сжигать их. То, что происходит сейчас, это промежуточный этап всего проекта. А дальше мы будем за столом переговоров решать, как должно это место для горожан выглядеть. Наши планы, первоначально, это очистить это кладбище, потом установить места захоронений, известных людей, которые были основателями нашего города. И установить места захоронений периода Первой и Второй мировых войн. Потому что имеется информация, что на данном кладбище есть захоронения Второй мировой войны, как немецких солдат, так и советских солдат. Это период Первой мировой войны и вызвольный взмагань. Поэтому для историков, я думаю, тем более для поисковых отрядов и для общественности это будет очень большим шагом в истории. Те закрытые странички истории, о которых мы просто не знали. Не знали из-за того, что долгое время советская власть разрушала историю нашего города. Когда говорили, что после того, как был свергнут режим, тут сразу наступила советская власть. На самом деле мы должны показывать, что тут было до того, как пришел Советский Союз и что мы получили. Никакого плана, ни проекта на это кладбище нет. Кладбище считается нищим, даже не городским. Поэтому после того, как земля будет принадлежать городу, мы сможем что-то здесь делать. Здесь лежат те люди, которые основали этот город Славянск с его школами, с его больницами, с его заводами. Если мы забываем о прошлом, то мы не имеем будущего. К сожалению, получается так, что наше будущее зависит от нашего прошлого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!